На создание комфортной городской среды в этом году планируют направить более 60 миллионов рублей. 30% этих средств пойдут на реконструкцию общественной территории, которую предстоит определить. Глава Балакова Роман Ирисов на первом в этом году заседании Совета предложил депутатам выбрать дворы, которые можно отремонтировать меньше, чем на 3 миллиона рублей, чтобы не было разбега в суммах, выделенных на разные округа. Ну а там, где ремонта требует большой двор и обойтись указанной суммой нельзя, был предложен другой вариант. Ограничить сумму и разбить ее на несколько лет. То есть если у кого-то из депутатов будет сумма большая, не уложится до 2 миллиона, соответственно, будет возможность начать работу в этом году и закончить ее в последующий год. Если у нас будет перекос у кого-то из депутатов в следующем году, мы все равно вырвемся. Мы по работе предыдущего Совета депутатов уже тоже такая процедура применялась, когда мы в последний, в пятый год ремонтировали тем депутатам, которые, скажем так, по меньше было финансировано в течение 5 лет. Практически все дворы, которые нуждаются в ремонте, уже имеют планы реконструкции. Поэтому выбрать именно те, которые находятся в самом плачевном состоянии, труда не составит. И на помощь этой программе по созданию комфортной городской среды приходит муниципальная программа, в рамках которой выделят по 1 миллион рублей на каждый округ. Депутаты вместе со старшими по домам должны определить, какие малые архитектурные формы необходимо установить во дворах. Должны принять у нас заявки, специалисты профильные по направлениям должны отработать, что в нашей заявке не учтено, что не так мы написали. Потом встретиться, играть в какой-то встрече с каждым депутатом и объяснить, что-то мы лишнего взяли, перебрали этот миллион по какой причине, где-то мы не добрали, нужно добавить какую-то работу, вписать в эту заявку. Потому что в 2018 году я лично столкнулась с тем, что карман для стоянки автомобиля не два, не полтора называется. Две машины не стоят, для одной много. И ответ был такой, ну это же вы там согласовывали, извините, не обладает старшая по дому такими знаниями. Депутат Антон Пономарев предложил в рамках этого миллиона вывозить снег из внутриквартальной территории. Однако ему напомнили, что подрядчик, который занимается уборкой снега со дворов, уже определён. К тому же такой статьи расходов депутатского миллиона не предусмотрено. Но можно подумать на будущее, чтобы Балавтодор участвовал в уборке снега по депутатским заявкам. Ну почему Балавтодор? Даже, допустим, что Эмилера поедет. Я не знаю, что сейчас у нас тут будет компания «Лиза», да? Её с ней заключен контракт. Ну с кем-то работал? Есть ли какие-то правовые нормы для того, чтобы в каких-то рамках добавленных? Плюс 10%? Увеличить. Плюс 10%. Это, конечно. Ну, наверное, мало, да? Это плюс 10% по объёму, то есть плюс 10% по сырке, плюс 10% вывозке. То есть это не плюс 10% к сумме, это плюс 10% к объёму, к виду работы. После насущной снежной проблемы депутат Денис Мамаев предложил обсудить, стоит ли переименовывать памятник в детском парке. Всё там стоит, то есть это наступление Аркадийской революции. И сейчас то ли Мешкин, то ли фамилию, не знаю его точно, начал опять свою компанию вести по переименованию памятника. На это архитектор Сергей Ушаков заявил, что в администрацию никакого заявления о просьбе переименовать памятник десятилетию октября в памятник жертвам политических репрессий не поступало. И, по его мнению, делать этого не стоит. Можно построить другой монумент и дать ему желаемые названия.